Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» сценарист и кинорежиссер Александр Миндадзе. Александр Анатольевич, приветствую вас! И я вас приветствую! Мы с вами встречаемся буквально перед самым вашим отъездом в столицу Германии, где открывается 61-й Берлинский кинофестиваль. В конкурсе принимают участие фильмы таких мастеров, как «Вим Вендерс» и «Братья Коуны». Вы, как автор сценария и режиссер, представляете там свой фильм, который называется «В субботу». Александр Анатольевич, как вы узнали о приглашении? Ну, месяца полтора назад пришло письмо, довольно любезно изысканное, по поводу того, что им это интересно, они это хотят видеть в конкурсе. Вам вообще везет на такие приглашения два ваших режиссерских фильма, два опуса. Первый, который называется «Отрыв», в 2007 году был приглашен на Венецианский кинофестиваль. Сейчас картина, которая называется «В субботу», это «Берлиналия». Как вы думаете, история, которая разворачивается в этом фильме, насколько она уже поразила, увлекла, заинтересовала отборщиков? Ну, отборщики – это, в общем, народ особый и абсолютно интернациональный, и поэтому, значит, я думаю, что они считывают просто кинематографические какие-то качества. Что касается понимания картины, ну, мне сказать пока трудно, насколько им могут быть понятны наши смыслы, наши российские смыслы, людей, которые, в общем, здесь родились, здесь живут, и насколько это может быть им близко. Но тема, которая главенствует в этом фильме, тема Чернобыльской катастрофы, она вплотную, биографически коснулась не только людей, живущих в Белоруссии, Украине, России, тогдашнем Советском Союзе, но и людей, живущих и живших тогда в Европе. Тема крайне болезненная, и при этом мало освещенная в художественном изложении. В документальном – да, были рассказы, в художественном – нет. Что, помимо вот масштабности катастрофы, для вас, как для автора и сценария, и автора фильма явилось самым главным? Ну, поскольку мы не ставили себе цели, не пытались снимать именно о самой катастрофе, о том, кто что нажал, и телекнопки, и какую конструкцию была у реактора, с изъянами или нет, это до сих пор большой вопрос. Мы, в общем, пытались рассказать о людях, о том, как человек, который узнает об этом ночью, пытается бежать из этого города и не может, потому что жизнь его не отпускает. То женщина его сломала каблуку поезда, то он должен заменить барабанщика в оркестре, то его охватывает невиданная, неиспытанная доселе жадность во время чёса музыкального. Он играет на свадьбе. И жизнь вот так прощально расцветает в гибельную страшную минуту такими красками, которые слепят и от которых нельзя оторваться. События разворачиваются в течение 24 часов в фильме. Вы сказали, что герой узнаёт ночью об этой страшной аварии. Это как раз в ночь на субботу, поэтому такое название фильма – «В субботу». Узнаёт в ночь на субботу и живёт в субботу вместе с жителями города Припять, которые ничего об этом не знают и которые живут жизнью выходного дня. В яркой, замечательной, субботней, в хорошем новеньком городе Припять, где было много молодёжи, где в этот день игралось 16 свадьб. Вот он там тоже живёт, но он знает один, потом узнают его друзья, но так они и не бегут, так и остаются. Значит, на этой свадьбе играют. Фильм – это копродукция. Россия, Украина и Германия. А где вы снимали? Много ли здесь, что называется, подворовываний? Ну, подворовывание – наше обычное дело в кинематографе. Подворований там достаточно много, потому что, конечно, во-первых, первое подворование, что нам нужна была цветущая Припять, цветущий город Припять, которого нет, который, в общем, зияет окнами страшными. Вот, значит, мы снимали на Украине, в городе, который всячески пытались превратить в Припять, в основном боролись с рекламой, конечно, которой в 86-м году не было. Что касается съёмок на АЭС, то, конечно, это было невозможно было снимать на АЭС, по многим причинам, поэтому мы снимали на ТЭС, тоже на Украине. Но во многом ещё на Украине, потому что нам нужны были выразительные, более южные лица, которые были бы лицами 86-го года. Но всё-таки пытались как-то быть достоверными, и вообще много чего я прочёл из собранного материала, из воспоминаний очевидцев, жителей этого города, который, значит, кто-то живёт до сих пор, кто-то, конечно, погиб от радиации, от лучевых последствий всех, от болезней. Вот, так что пытались основываться на каких-то там факты под этим абсолютно документальны, по времени всё абсолютно происходит, по событиям в этом городе. Вот опять вдруг загорелся реактор, вот они стоят на мосту и смотрят на эту красоту, не могут оторвать от неё глаз, и впоследствии этот мост был назван мостом смерти. В общем, это всё сделано в достаточной степени, мне кажется, точно по какой-то хронологии. Вот вы сейчас улыбаетесь, а название-то жутковатое. Мост смерти, город мёртвых. А вам во время съёмок, вот по-человечески, страшно было? Вопрос, значит, ну, у меня, что называется, смущённая улыбка, потому что я говорю о таких вещах, к которым я уже привык. Значит, можно сказать, это скорее неловкость того, что мы должны об этом делать, но мы должны были об этом сделать. И, в общем, надо понимать, что в каком-то смысле для героя и для персонажей основных картин это праздник. Это праздник во время этой вот беды, потому что вот в эту минуту стало особенно привлекательно вдруг всё, вдруг всё открылось какими-то цветами. Ну, и не сразу понятно, что произошло. Да, ну, они уже понимают, что произошло, но, как выясняется, это сознание, так сказать, там, ревность героя, или любовь к женщине, или желание как можно больше собрать денег в зал, это всё гипертрофировано в нём выросло в эту минуту, в последние минуты. Теперь я хотел бы поговорить с вами об актёрах, ставшими героями фильма. Если вы особенно подчёркивали, что в вашем режиссёрском дебюте в фильме «Отрыв» не принимали участие так называемые медийные лица, это были замечательные театральные актёры из Омска, из Новосибирска, из Москвы, вот эта концепция, она сохранена в вашем фильме в субботу? Ну, она, я надеюсь, сохранена, не потому что я, значит, такой привередливый и не хочу снимать там людей, которые известны, ну, я предпочитаю снимать неизвестных, чтобы не вступать в авторство с тем, что сыграли известных. Потому что если вы снимаете вот свою эту историю, то невольно груз, значит, опыта этого артиста вступает в какой-то контрапункт взаимодействия с этой историей, это невольно какая-то аберрация происходит. Значит, ну, я снимал одного уже известного артиста, и я его снимал не потому, что он известный или неизвестный, а просто потому, что он был, конечно, лучший из тех, с кем... По результатам проб? Ну, и вообще, честно говоря, я извиняюсь, да, по моим предчувствиям, скажем так. Это, я так понимаю, Антон Шагин? Это Антон Шагин, да. Остальные все актеры в разной степени известны, есть очень хороший, есть Рединский, есть Питкун, вот. Но в основном это актеры, которые мало снимались в кино. Давайте тогда поговорим о сценарии, здесь есть что хвалить. А уже, да? Как долго он вызревал? Ведь истории почти 30 лет. Это долгая история, долгая история, было много еще и документов, много было всего, и потом само сочинение этой истории. Так же, как и предыдущие, впрочем, как и космос, как предчувствия, они все, в общем, давались очень нелегко. Я год не отрывался от этого сценария в субботу. Вот вы, Александр Анатольевич, внутренне чувствуете, что сценарий готов. У вас есть родственники, которые отличаются высоким профессионализмом в сценарном искусстве. Это и, конечно, ваш племянник, Александр Родионов, хорошо известный по сотрудничеству с Борисом Хлебниковым, с Николаем Хамерийки. Это Елена Гремина. Люди, прекрасно чувствующие слово, прекрасно знающие, что оно стоит, это самое слово, и не распыляющие эти слова, подобно сериальным писакам, направо и налево, тоннами. Вот вы с ними советовались, вы выслушивали их резюме, вердикт? Ну, есть еще дочь моя, Катя Шагалова, режиссер. Да. Вот, поэтому, значит, действительно вокруг много. Да нет, нет. Это советоваться невозможно, сложно. В общем, ну, конечно, иногда нужен спарринг-партнер, просто как пинг-понг рассказать и проверить. Ну, в общем, это, конечно, особенно со временем, это стало делом сугубо личным. Эти проблемы только ты можешь как-то разрешить и все это на себе вытащить. Конечно, ну, это одинокая, тяжкая писательская профессия, пусть это для кинематографа, неважно. Это, в общем, одиночество, изгойство, конечно, в этом смысле режиссерская профессия куда, так сказать, веселее. Потому что сюжет восьми с половиной о сомневающемся режиссере, он, в общем, сегодня не очень типичен. Вот, хотя это тяжелая тоже, трудная профессия, совсем другая. Ну, конечно, такого ада, как то, что когда вот у тебя ничего нет, и ты начинаешь с ноля, и вообще, конечно, немножко другое. Продолжая разговор о замечательных профессионалах, и более того, о звездах, настоящих в мировом кинематографе, хотел бы поговорить о операторе, который работал над картиной в субботу. Это Олег Муту. В 2007 году на Венецианском фестивале фильм «Четыре месяца, три недели и два дня», в котором работал Олег Муту, получил «Золотую пальмовую ветвь». Как вы вышли на его операторские, скажем так, навыки, кто посоветовал, и как было работать? Ну, в общем, вышел я, ну, в общем, осознанно, хотя очень странно, что когда я смотрел «Четыре-три-два», думаю, а почему румынский оператор с именем Олег? Как интересно. Ну, мне понравилось, как это снято, у него еще есть замечательная картина «Смерть господина Лазаревского». Ну, это из целого цикла о советском мире. А это вот «Канская картина» Олега. Вот. Ну, я с ним познакомился на Украине. Я ему предложил, он это читал. Ну, вот. И, в общем, конечно, абсолютно выдающийся оператор. Могу про него говорить абсолютно не стесняясь. Объясняясь панигерических каких-то, значит, переборов. Ну, во-первых, человек очень художественный, вообще штучный, вообще несуетный и абсолютно неамбициозный. Вот в том смысле, когда ты просишь его на три метра отодвинуть камеру, и в лицо меняется человека, и ты должен перебарывать его с самолёй. Вот этого ничего нет. Вот этого нет, да. Это счастье с такими людьми работать, с которыми ты не чувствуешь ничего, кроме человека, который хочет снимать. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы чувство счастья вы испытали и после возвращения из Берлина, и чтобы мы, глядишь, это чувство с вами разделили. Одним словом, удачи вашему фильму на 61-м Берлинском кинофестивале. Спасибо. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» кинорежиссёр, автор сценария, участник конкурсного показа «Берлинале-2011», фильма «В субботу» Александр Мендадзе. Обязательно с вами увидимся. Счастливо.